Густав Маринг Густав Маринг Густав Маринг как нежелательного писателя для католика. То есть, вот попытки Маренко выходить на элементы, связанные с теологией, с прочтением основ Библии и так далее, немножко отталкивало каких-то людей. А каких-то наоборот. С другой стороны, немцы современные знают о Маренке следующее. Это мистик, который сатирически, ну как бы сказать, описывал Бюргеров. Вообще ничего подобного нет. И сам по себе он мистик весьма специфический. Но повторюсь, Маренко это, конечно, писатель необычный, это явление. Еще один писатель, с которым можно творчество Маренко сопоставить, это Булгаков. Но они имеют прямую связь, потому что ангел западного окна Густава Маренко натолкнул Михаила Афанасьевича Булгакова на создание «Мастера и Маргариты». И там есть даже некоторые двойные пересечения. У Маренко всегда идет две параллели в книгах. Есть у него такая особенность. У Булгакова, как вы помните, есть около библейское повествование, которое связано с Бондием Пилатом. И есть непосредственно несколько абсурдное, преувеличенное, ну, вспоминайте Булгаковский монокль в глазу, несколько преувеличенное восприятие вот этой вот глупой реальности того периода. Маренко тоже себе позволял такие вещи, но он обязательно вуалировал их. И где шутит Маренко, не каждый поймет. Хотя на самом деле Маренко не любили за то, что он был достаточно точен и язвителем. Но когда он был точен, он был точен только для людей, которые умели понимать юмор и для людей, которые умели понимать подтексты. Для остальных Маренко оставался немножко, может быть, несколько вычурным персонажем. И последний писатель, о котором, пожалуй, тоже есть некоторая параллель, только они немножко разные, но все-таки немножко похожи даже внешне, это Федор Кузьмич Сологуб. Он же Тетерников. Вот по факту Сологуб тоже достаточно мистичный. Но у Сологуба, я в лекции, когда о нем рассказывал, я делю его творчество на творчество дореволюционное и послереволюционное. Послереволюционное творчество, я невольно его сопоставляю с тем, что он стал просто вампиром. Это вампирские произведения, тяжелые произведения. Но если мы знаем то, что с Сологубом происходило в этот период, Сологуб в его семье, тогда все становится на свои места. Это не вампирские произведения, а просто он каким-то образом пытался пережить то, что случилось с ним в личной жизни. Ну, имеется в виду гибель жены и так далее. А вот если мы говорим о Маринке, то здесь постоянные подсказки и загадки. Вот когда еще я был студентом первого курса на психфаке, я для себя открыл такое вот правило «Истина лежит на поверхности, по которой ходят аскеты». И для себя так это проинтерпретировал. Если человек готов к восприятию информации, он везде может видеть подсказки. Информация везде для него. То есть дается максимум всего. И о неволе тогда мы должны подумать. Ведь у Маринка подсказки везде. Но подсказки только для тех, кто умеет видеть. Если мы немножко подумаем, собственно говоря, о чем символика Маринка с его подсказками отличается, допустим, от суеверия. Ну, есть же суеверные знаки, на которые нужно обращать внимание. Кошка перебегает дорогу, значит, к несчастью. Женщина с пустым ведром, значит, надо бы езжать в магазин покупать полное ведро. Я шучу. Ну, и так далее. Нельзя ходить по отбитым ступенькам, потому что, не дай бог, что-то там случится и так далее. Да, много разных абсолютно глупостей. Но важно другое, что люди же тоже пытаются видеть в этом какие-то знаки, чего делать не нужно. Вот у Маринка знаки интеллектуального плана. Не то, как нужно поступать интеллектуально, а что открывать в себе. И вот в этом плане его произведения больше юнгианские, нежели чем произведения других писателей того периода. Да, и в настоящее время я вижу достаточно мало подобных повторений. Вот именно интеллектуальные подсказки. И вот здесь я хочу процитировать одного из алхимиков XIII века, еще одно пересечение. Карл Густав Йонг, помните, да, в свое время пришел к философии герметизма. Это о философии алхимиков. У Маринка алхимия достаточно подробно рассматривается во многих его произведениях. И вот один из алхимиков XIII века, Гебер, вот такую фразу когда-то написал. Я предпочитаю излагать так, чтобы мудрые поняли, о мы посредственные заблудились, а другие безумцы сломали голову. Вот если читать Маринка буквально, вы очень быстро устанете. Маринка нужно читать только по подтекстам. И в этом плане он очень близок к нашему российскому менталитету, потому что русский говорит одно, думает другое, но поступает по третьему, как бы, да? Есть такая особенность. И в то же время всегда видит контексты и подтексты дополнительные. Такова наша история. Из века в век у нас все это повторялось. Мы много с вами видим того, о чем мы говорить не должны, как бы, да? И не говорим, но друг друга прекрасно понимаем. Вот в этом плане, конечно, произведение Маринка специфично. Конечно, еще одна ассоциация. Помните, Данил Хармс писал про два типа юмора когда-то. Я вот в скором времени Хармсу отдельную лекцию обязательно посвящу, что есть два сорта юмора. Первый юмор понятен всем, и над ним смеются все, но очень быстро как-то вот он обесценивается. А второй юмор, над которым смеются единицы, но он самый дорогой юмор, самый достойный юмор. Вот юмор, над которым смеются все, помните, там, что у меня там такое, да? Вот эти интересные шутки в стиле 90-х годов, которые вы сейчас можете смотреть. Это не то, что не смешно, это немножко пошло. Мне кажется, это в 90-х смешно не было. Не было, но это пошло. И главное, что это вот... Я не могу назвать это юмором, но это что-то вот для масс было. Вот Маринг никогда для масс не писал. Ну, давайте сейчас все-таки перейду к Маринку. В начале своего романа «Ангел западного окна» Маринг пишет такие строки. Странное чувство. Человек уже умер, а отправленный им пакет только сейчас попадает ко мне в руки. Кажется, тончайшие невидимые нити исходят от этой потусторонней посылки, наводя нежную, как паутина, связь с царством теней. А вот удивительное дело, практически во всех произведениях Маринка обязательно есть пересечение времен. Общение с теми, кого здесь на физическом плане нет. Там обычно появляются вещи-посредники, при помощи которых можно связаться с кем-то из другого времени. И если мы посмотрим на его книги, они больше связаны с выходом на другое или на другие измерения. Ну, кто из писателей писал о других измерениях? Нет, я в советской литературе могу одного назвать писателя, но он настолько для нас странен, и его, пожалуй, можно сравнить только с одним великим итальянцем, но не более того. Да и тот, много веков назад жил, тот самый, который написал. Назвали его Данте, помните? Данте Алигьери. Божественную комедию, которую написал Ларин Теиз. Так вот, это Даниил Андреев. Даниил Леонидович Андреев. Если Леонид Андреев это удивительный писатель, которого мы понимаем, то Даниил Андреев писатель очень специфический. Нет, у него есть интересные вещи, но есть одна вещь, которую невозможно классифицировать, это Роза Мира. Я бы так назвал. Может быть, это книга «Духовный опыт», но она написана непонятно для кого. Она не адресуется конкретно. Помните, школьные книги, как писали, для детей такого-то возраста. Если вы откроете Розу Мира, для людей какого возраста она? Для людей, которые дошли до этого сами. Но самое главное, не нужно ложно мистифицировать какие-то вещи. Я когда читал лекцию по Льву Толстову, немножко Даниил Андреев цитировал элементы из Розы Мира. Маринг и Даниил Андреев. Да, где-то пересечения есть. Особенно у Маринка очень похожа на элементы духовного опыта в «Ангелии западного окна». Там он более точен, но его точность непонятна с первого раза. Ее нужно внимательно прочитывать. Почему я говорю, Маринка можно уподобить очень дорогому коньяку, который вот один маленький глоточек сделали, и на языке держите, наслаждайтесь букетом, но никоим образом больше не надо. То есть это очень странный писатель. Много Маринка быть не может. Вы не сможете его много прочитать. А вот чуть-чуть, постепенно, вы начнете его понимать. Ну, Маринка – это экспрессионист. Вчера, был его день рождения, 19 января, родился он в 1868 году в Вене, и происхождение у Маринка весьма специфическое. Отец – министр австро-венгерский Карл фон Хемминген. Вторая фамилия – Варнбюллер. Ну, фон Хемминген, вы понимаете, что, в принципе, родовое происхождение. У нас кто из известных писателей был незаконно рожденным, если так брать, вспоминайте? Кроме герцога, Майнхерц. Ну, так вот. А матерью Маринка была актриса Мария Вильгельмина Адельхайт-Майер. Обратите внимание, Майер, а он – Майеринг. Пройдет время, и Майер возьмет себе псевдоним Майеринг. То есть, по матери фамилия, которая немножко видоизменит. Вот по поводу Марии Вильгельмины, актрисы, у меня указаний таких не видел, но слишком много в произведениях Маринка темы еврейства. И волей-неволей я задумываюсь, что, скорее всего, мать была с еврейскими корнями. Потому что как-то много он посвящает именно еврейским темам в своих книгах. Отец его не признает. И, соответственно, Густав живет с матерью. Они много переезжают, так как она выступает. И у Маринка он меняет несколько школ. Он учился в Гамбурге, в Мюнхене и в Праге. Похоронен он, кстати говоря, под Мюнхеном. Буквально полчаса от Мюнхена. Кстати, именно в Мюнхене, помните, были написаны стихи «Люблю грозу в начале мая, когда весеннее, летнее, громко, и в развязи играю, и в ракушистине, и в глуманах». Это в Мюнхене стихи писались. Ну, ладно. С матерью отношения весьма прохладные. С отцом отношений нет. Густав погружается в себя. И нужно сказать, что с детского возраста формируется у него весьма специфическое восприятие женщины и женского образа как такового. Уже потом, допустим, в ангелии западного окна, где он будет описывать один из женских образов, он будет носить несколько демонический характер такой. Но вот все идет от матери. То есть с матерью как-то не складывалось. В 1883 году Маринг приезжает в Прагу. И, собственно говоря, в Праге он 20 лет живет. Вот я, когда в Праге был, пытался вычленить какое-то время для того, чтобы просто побродить по улочкам. А по Праге нужно ни в коем случае не ходить по туристическим местам, а идти туда, куда тебе несут ноги. И мне несколько раз выносило очень интересно. И в Вышеграде выносило, и непосредственно в самом городе выносило. И вот волей-неволей, как ни странно, я вышел, как мне показалось, на еврейские улочки как-то, да, и что-то услышал. Так вот, интересно, что Маринг по-особому всегда относился к этому городу. И, кстати говоря, именно Праге он посвятил. И в Праге происходит непосредственное повествование в Галеме, в Альбергеевой ночи, в Ангелии Западного окна. О Праге он пишет в рассказе Лоцман. И по факту, конечно, Прагу он называл городом с особым ритмом и особым сердцебиением. Есть некоторые города в Европе, которые, если вы закроете глаза, вы почувствуете слои. Наверное, самый яркий пример – это Рим. Когда вы идете по Риму, закрываете глаза, вы буквально почувствуете слои. Слой над слоем, они шумят, их настолько много, и вы видите вот это мельтешение эпох. Их слишком много внизу. Вот Прага немножко другая. Да, она чуть-чуть, конечно, такая, знаете, все-таки провинциальная. Особенно после каких-то крупных городов. Она выглядит очень провинциально, очень по-домашнему. Закройте глаза, и вы почувствуете вот эти вот слои. Габские слои, да? Сколько поколений? Гамсбургов там, как бы, да? Ну, ладно. Вот. Когда мы говорим о Праге, волей-неволей здесь надо вспомнить события 1892 года. Честно говоря, по воспоминаниям Маренко, они весьма странные. Маринг переживает, как он пишет, глубочайший духовный кризис, и решает покончить жизнь самоубийством. А с матерью отношения плохие. Поэтому непосредственно перед тем, как совершить акт самоубийства, он пишет длинное письмо матери. Завершает его, а дальше логика нарушается. Он встает на стол, чтобы застрелиться из пистолета. Вы логику чувствуете? На стол встать можно только тогда, когда человек хочет повеситься. Если он хочет повеситься, а то время застрелиться из пистолета, лучше еще одновременно выпрыгнуть из окна. И поджечь себя. Но это уже ближе, наверное, к каким-то казусам и курьезам. Но что самое интересное, у Маринка все в символике. И эта символика начинается с этого дня, когда он решает окончить жизнь самоубийством. Только он встал на стол и взял пистолет в руки, как послышался шорох, кто-то подошел к его двери и подложил под дверь какую-то книжку. Того человека, который подложил ему эту книжку, брошюрку, с тех пор, с этого времени, Маринг называет внутренним лоцманом. Это была странность. Но эта странность потом очень серьезно оукнулась. Уже в следующем поколении. А книжка называлась «Жизнь после смерти». Маринг слезает со стола, берет книжку в руки и по-иному начинает воспринимать все, что с ним происходит. Маринку 24 года в это время. 1892 год. Вот с этого, ну, официально, биографически, как бы, да, вот мистика начинается. На самом деле, мне кажется, Маринг всегда с мистикой был рядом. И это абсолютно естественно для людей подобного склада. Вспоминайте, что у Юнга с детства, с раннего детства были мистические переживания. Поэтому навряд ли у Маринка это могло случиться только с момента попытки самоубийства. Маринг читает эту книгу. И, кстати говоря, автора этой книги я, к сожалению, не знаю. У нас в 70-е годы подобные книжки выходили, их было «Две. Жизнь после жизни» и «Жизнь после смерти». Моуди. Реймонд или Рей Моуди, да, вот он писал эти книжки, бывший реаниматолог. Вот это, собственно говоря, позапрошлый век, 1892 год. Я понимаю, что подобная тематика всегда была, всегда люди об этом задумывались. Но кто написал эту книгу, я, к сожалению, не знаю. Даже самому интересно стало, кто автор. Но у нас она... Маринг уходит в мистику, в теософию, особенно уходит в йогу. Объясняется все очень просто, по сказке всегда рядом. У Маринка с юности больная спина. Он все время испытывает боль. И для того, чтобы каким-то образом спину выровнять, что он должен делать? Он должен заниматься определенным видом гинастики. постепенно он приходит к йоге. А там, где начинается йога, постепенно его углубление в философию и в теософию приводит его, в том числе, и к йоге немножко другого плана. В частности, тантра-йога, которым начинает заниматься. И как раз техники, при помощи которых он пытается разогреть позвоночный столб. Кстати, говоря, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, на языке психосоматики спина за что отвечает? Жизнь нестержит. Хребет, да. То есть, выдержать, выстоять. И Маринг выстоял. Ему это удалось. Вот теперь смотрите на странное совпадение. Как-то раз он решил забраться на стол и застрелиться. Не получилось. И тогда Маринг делает второй шаг. В этом же году он женится. Честно говоря, логика в стиле Льва Толстого. Имеется в его биографии. То есть, вот как-то внезапно. Жена его, первая, Едвига Мария Цертель. С браком охлаждение происходит достаточно быстро. В первые полтора года уже отношений между ними особых нет. Но до 1905 года он не разводится с ней, потому что Цертель в силу финансовых некоторых нюансов отказывается с ним разводиться. Вот. С 1883 года Маринг, во-первых, обучается на банкира. А в 1889 году открывает вместе с Кристианом Аргенштарном банковский дом. И, собственно говоря, Маринг – это банкир. А банковский дом так и назывался «Майр» и «Моргенштерн». Кстати, наш Илья Федорович Маргенштерн к тому Маргенштерну вроде бы отношений никакого не имеет. Илья Федорович Маргенштерн – автор нескольких книг, посвященных графологии в начале 20-го века. Но дядя вот этого Кристиана Маргенштерна известный поэт автор-ангерский. Ну, ладно. Сначала вроде бы банковские дела идут более-менее успешно, но Прага к Маринку относится весьма специфично. Начнем с того, что Маринг – байстрюк, незаконнорожденный сын. И ведет он себя несколько вызывающе. Он одевается как франт, он позволяет себе наслаждаться жизнью, он ведет достаточно богатую жизнь, имея в виду внешне богатую жизнь, чем людей раздражает немного. И еще очень важный момент он увлекается мистикой. Вот это очень сильно резало слух и было непонятно. Банкир, который занимается непонятными делами мистическими и всячески подчеркивает свой достаток. Вы догадываетесь, что как-то это должно было сказаться. И один из примеров, один из офицеров намекает ему на его происхождение. Как я уже говорил, он языковнороженный сын министра. Вот. И Маринг с ним стреляется. Ну, по факту дуэль особо ничем не заканчивается. Но важно немножко другое. Вот этот город с внутренним пульсом, с неуловимым пульсом Прага, город специфичный. Специфичный в том плане, что в 1902 году на Маринка пишут донос по поводу того, что он занимается черной магией в банковском деле. Бред. Маринка сажает на два с половиной месяца, он там сидит. Потом ему этот опыт пригодится при написании Голема, романа Голем. Но с другой стороны вот немножко странно. По выходу из тюрьмы Маринг, ну естественно его оправдали, потому что это был банальный донос, который не был ничем особо связан. Собственно говоря, Маринг пытается восстановить свои банковские вопросы, но доверия к нему особого нет. И он понимает, что нужно выезжать. То есть нужно искать другой вид деятельности. Человек, который написал на Маринка донос фамилия его Очин, в смысле Олеч, Олеч, а в Големе Маринг его увековечил под фамилией Очин. И интересно, что этот Олеч умирает за 4 дня до смерти Маринка. И газеты сразу написали, что Маринг увлек за собой в могилу своего врага. Даже здесь постарались как-то найти такую мистическую связь. Ну, что делать. Итак, Маринг вынужден уехать из Праги, но он всегда пишет о том, когда он закрывает глаза, он невольно бродит по этому городу, он чувствует эту готическую тяжесть, которая периодически оказывается перед ним, он слышит эти звуки, и он общается с кем-то. В частности, среди прочего, с кем он общался, это был Джон Ди, о котором мы еще поговорим, магистр Джон Ди. Ну, в начале нулевых годов 20 века Маринг начинает публиковать маленькие рассказики в журнале симплициссимус и начинает подписываться фамилией матери, потому что это как-то более логично. Кстати говоря, когда он станет более-менее известным писателем, родственники отца предложат ему взять фамилию отца, но он вежливо откажется. То есть, он начал писать только в тот период, когда он а его подталкивало. Смотрите, первое, жизненный кризис решил покончить жизнь самоубийством и женился. Второй раз подталкивает, да, его обвиняют в каких-то страшных черномагических махинациях в банковской сфере, практически это наше время. Да, пресса не изменилась просто. И когда он оттуда выходит, начинает понимать, что нужно писать. Кстати говоря, у Маяковского то же самое. он первое свое стихотворение написал в тюрьме. Когда его посадили из-за хулиганства, он там посидел и оттуда в его дневниковых записях записывал, что он вынес два. Первое он грузин и второе, что он должен писать. А как на первое дошло? Ну, происхождение почитать. Сколько лет было Мариум? В смысле? Сколько лет было, когда он начал писать? Ну, смотрите, если он 68-й год, да? Значит, у нас получается тридцать три года. Тридцать лет среди. Три года их первого возраста. Ну да, Алиф Николаевич там бедрофламывал сильно в этом возрасте. Вот. Ну, первые рассказы. Рассказы сатирические, а у Маринка острый язык. Но в его романах вы острого языка не увидите, скорее всего, сказывается специфика перевода на русский. Маринка, наверное, нужно читать на немецком. Хотя сам Марин переводчик. Переводчик неплохой из нескольких языков, поэтому здесь тоже как бы он может играть с мыслами сразу в нескольких таких вот семантических лоскостях. В третьем году выходит его первая книга, которая называется «Горящие солдаты. Другие рассказы». Он приезжает в Вену и там выпускает новый сборник рассказов, который называется «Орхидея. Странные истории». А 8 мая 1905 года Марин женится на Филамине Берд. Вот Берд – это фамилия намало, о чем говорит, а Филамина вот что напоминает Филамина? Вот со второй женой у него связано много подсказок с именами. Вот у Маринка нужно учиться тому, что когда вы общаетесь с человеком, смотрите на то, что означает его имя или фамилия. Подсказки всегда очень конкретные. Филамина «Follow me». Следуй за мной. Они путешествуют по Европе. В 6-м году у него рождается дочь Фелицитас Сибилла. Фелицитас как переводится? Филичита. Вон у тебя ну как ты песню прочитал. Ну что-то вроде прекрасной жизни, если не ошибаюсь. А в 1908 году рождается сын, которому он называет Харро Фортунат. А Фортунат как переводится? Фортуна судьба. Потом одному из своих героев он даст имя Фортунат. Имена, да? Просто имена. в 1908 году он пишет сборник рассказов, который называется «Восковые фигуры». Сами все восковые фигуры, как вы догадываетесь, несколько страшны, так же, как и манекен. Это подделка под людей. Да? И вот идея. В Вене он издает журнал, который называется «Дерлибер Агустин». И, собственно говоря, продолжает сотрудничать с Симплициссимусом в пражстве. Много путешествует, но проблема-то в том, что очень быстро он понимает, что закончив карьеру банкира нужно как-то зарабатывать на жизнь, а писательская деятельность не дает ничего. И тогда Маринг приходит к выводу, что нужно зарабатывать переводами. И он начинает переводить. Кстати говоря, переводами он занимается до конца жизни. И известно, что он перевел пять томов Чарлза Диккенса за полтора года. Стиль Диккенса специфичен. То есть там нужно погрузиться в него, и он достаточно, не знаю, как для вас, для меня Диккенс тяжел. Тяжеловат весьма. А мало того, Маринг даже перевел книгу мертвых тибетскую. Смотрите, интересное пресечение. А в 1911 году он семьей переезжает в город Штарнберг, что под Мюнхеном. Сейчас это пригород Мюнхена, там на поезде буквально от силы минут 15. Хотя, если честно, Штарнберг мы бы сейчас назвали даже не Бутовым в Москве, районом Бутово, а что-то даже ближе. ближе. Вот. В дальнейшем именно в этом городе он упаковывается. Там прекрасное Штарнбергское озеро, оно достаточно величественное, оно красивое, и там он снимает дом, который потом назовет домом у последнего фонаря. В 13-м году в Мюнхене выходит его книга «Волшебный рот рок немецкого филистера», где его рассказы как раз, а в 15-м году именно в Штарнберге он пишет свою книгу, благодаря которой он становится известен и известен всеевропейски. Книга называется «Голем». А «Голем» в переводе с еврейского означает как бы вам сказать, вот немножко его подобрию. На языке коми есть выражение «пу». Вот «гдыр». «Гдыр» это супруг или супруга. А «гдыр-пу» это невеста. «Пу» это чурка деревянная, я честно. То есть вот когда «пу» становится «гдыр», тогда уже все. А пока она не замужем, она «пу». вот «голем» или «голем» как бы, это как раз некоторая что ли недоделанная деталь, которая еще не наполнена содержанием. Ну, у нас в русском языке невеста, неведающая, что делает, неведающая, что будет дальше. Ну, это немножко другое значение. Вот. А идея «голема» так чему сводится? Что, собственно говоря, в Праге рассказчик находит шляпу Настеуса Перната и после этого начинает видеть странные сны. Кстати говоря, у него во многих романах вещи, которые из времени во время переходят, и вот благодаря им человек начинает видеть то, что происходило там, в других временах, и общаться с другими людьми. Вот. Ну, понятное дело, если вы найдете незнакомую шляпу, то вы как бы начинаете видеть странные сны. Честно говоря, я бы никогда не подбирал незнакомую шляпу. Сюжет не настолько непонятен. Да? Ну, вот он подобрал эту шляпу и начинает видеть странные сны, пытается отыскать владельца головного убора, что еще весьма более странно. Да? И в итоге узнает, что это камнерез и реставратор, который жил много лет назад в Праге в еврейском гетто. Вот такая вот история. Вот. Но по факту суть Галема сводится к чему? Что раз в несколько десятилетий Галем оживает и, собственно, выполняет те команды, которые вкладываются ему в виде листочка в губы. И тогда он выполняет что-то. То есть, вот сама по себе идея Галема любопытна. Но Галема на русский язык в 20-е годы переводит некто Давид Исакович Выгодский. Кстати говоря, кузен Льва Семеновича Выгодского. Только у Выгодского нашего психолога Тэфа да, фамилия, а у его двойерного брата Выгодский. Ну, Выгодский наш поменял как бы одну букву, хотя его дочери были с фамилией Выгодский. Как бы, да, тоже был просто. Вот, что писал Осип Мандельштад по поводу Давида Исааковича Выгодского на тот момент. На Маховой семейство из Полесия Семьмершковой празднует Шабаш. Здесь Гомель, Рим, здесь Папа Шолом Аш и голова в кудрявых пейсах Песе. Из двух газет у чуда равновесия два карлика построили шалаш для ритуала, для раввинских каш испано-белорусские отчессия. Семьмершков невзрачен бородат, Давид Выгодский ходит в госсоздат, как закорючка азбуки еврейской, где противоплощадки бородаврейской такой же, как и он, небритый Карл, ждет младший брат торговли книжной ярлы. Но у Выгодских просто было несколько известных достаточно переводчиков, филологов, а еще как бы с банковской сферы они тоже были связаны. В частности, отец нашего Льва Семеновича Выгодского как раз был директором филиала одного из банков в Беларуси. Да, это тоже небольшой нюанс. Ну ладно, возвращаюсь все-таки непосредственно к Галеме. Так вот, как только роман выходит, он становится очень популярен. И режиссер Пауль Вегенер в 1915 году снимает пятиминутный фильм, посвященный фильму, посвященную Галему. На этом он не останавливается. В 1917 году снимается продолжение «Галем и танцовщица». В 1920-м «Галем, как он пришел в мир». Ну, считайте, вот продолжение такое. И сама по себе идея того, что Глиняного болвана оживляет, как бы, да, вот, оказалось весьма необычной для Европы того периода. А в 1920-е годы виллу в Штарнмерге, где снимает жилье как раз Густав Маринг, начинают называть дом у последнего фонаря по одному из его рассказов. Кстати, сейчас там навряд ли помнят это название. И вот то, что я читал, когда человек вот недавно туда приезжал, там даже в библиотеке не знают, кто такой Маринг толком. И даже не в курсе были, что он там похоронен. Хотя Маринг уже после смерти оставил еще одну очень серьезную подсказку для тех, кто умеет видеть. Итак, Маринг продолжает писать. В 1932-й год сын подрастает. Вспоминайте, сын в каком году родился? В 1932-м году сколько ему лет? Еще одна подсказка. 24 года. В январе 1932-го года Фортунат катается на лыжах. И неудачно падает и ломает то, что у отца болит всю жизнь. Ломает спину. Результат, он обречен всю жизнь на коляску. Ноги двигаться не будут. Когда-то в Галеме Маринг написал достаточно подробно, как один из его героев покончил лишь самоубийством. Вот что он пишет. Выкопал две насипи, две глубокие ямы на вроде маленьких колодцев, скрыл на запястьях вены и по самой плечи запустил руки в эти земляные дыры. Так и истек кровью. Это он писал в Галее. То же самое сделал его сын. Только случилось это 12 июня 1932-го года. То есть он полгода. Немногим полгода пробыл инвалидом, но дальше не выдержал. Вот по факту смотрите, 24 года Густаву Маринку дали возможность начать новую жизнь, но 24 года ломается жизнь его сына, которого называют фортуна, потому что судьба. Странно. Но почему-то счет с жизнью пытается свести его сын. А Маринг умирает 4 декабря 1932-го года. Того же самого года. И пережил он своего сына только на полгода. сердцем. Маринку было 64 года. Маринку было 64 года. И кстати говоря, смерть немножко напоминает смерть Сологуба. В свое время Зинаида Гиппиус писала о Сологубе в своих воспоминаниях живые лица, что Сологуб немножко колдун. Вот если посмотреть на фотографию Маринка, тоже немножко человек не отсюда. Человек с юмором, но не отсюда. Юмор не такой. А похоронили Маринка там же, где похоронили его сына. Это большой высокий камень, чуть выше метра. Если ну на кладбище в Пустанберге, его можно найти, если вы выйдете по прямой ветке до ближайшего высокого достаточно столба, который там стоит. Вот буквально рядом находится могила Маринка, на которой собственно говоря крупными буквами одно слово написано, а рядом мелкими буквами написаны имена, где похоронены были сын, отец и соответственно мать. Три буквы, извините, четыре буквы VIVA. VIVA с латинского, не VIVA, а VIVO. Можно перевести как ЖИВУ. ЖИВУ. И удивительное дело, действительно, вообще-то этот камень весьма специфичен в том плане, что не памятник. А когда-то Роберт Музель написал такую интересную фразу. Памятник это камень, который вешают на шею какому-нибудь деятелю, дабы вернее утопить его в реке забвения. Вот у Маринка памятника нет, у него весь камень просто. Его забыли. Его не помнят в городе, в котором он прожил достаточно много, в городе, в котором он был знаменит. его не помнят немцы, считая его австрийским писателем. Но и австрийцы его знают не очень хорошо. К странности, его хорошо знают русские. Но и то не все. То есть писатель весьма специфический. Ну вот получается так, что и в советское время Маринка не знают, он был запрещен. Мы Маринка открыли в 90-е годы, прошлого века. Если мы говорим о произведениях Маринка, то это никогда не является руководственным действием или подробным описанием, что происходит. Маринк это всегда подсказки, которым человек должен быть готов. И там очень много герметических таких фраз, помните, да, микрокосм, макрокосм, вот эта взаимосвязь все время присутствует. А давайте сейчас коснемся некоторых символов, которые он рассматривает в ряде своих книг. Вот я не пытаюсь как бы, да, особо уходить в какие-то мистические вещи, но все-таки это важно. Да, кстати, по поводу Галима что-нибудь сказал. В 36-м году в Чехословакии снимают фильм Галима, полнометражный, часовой. После этого в 67-м году экранизируют Галима во Франции, а в 79-м году наш Петр Шулькин как раз тоже снимает фильм, посвященный Галиму. То есть тематика Галима развивается. Ну, это как-то ременция. Итак, символы. Ну, начнем, пожалуй, с Вальпургиевой ночи. Там две пары разного происхождения, но самое главное, что подчеркивается гротеск, абсурдность, некоторая абсурдность, бесполезность людей. И в то же время ожидание того, что скоро начнется что-то очень серьезное и страшное. Вот Вальпургиеву ночь потом называли, во-первых, это издевательство над австрийскими бюргерами, пошлость, пошлость. А с другой стороны, ведь посмотрите, Вальпургиева ночь это ночь, когда перестают действовать обычные правила. И открывается дверь или портал в другое измерение. А Маринг там пишет, что Кровавая битва дальше начинается. Кровавая битва, сошедшая с полосин узких войн. И собственно говоря, как некое предупреждение. Любопытно, ровно через год после того, как был написан этот роман, в Праге происходят националистические выступления, которые были подавлены с ренгерскими войсками, но провелось достаточно много крови. То есть считалось, что вот здесь Маринг немножко предсказал то, что будет дальше. Я могу еще одну аналогию. Густав Юнг, 13-й год, у него трудная ситуация жизненная, он периодически впадает в какие-то измененные состояния, начинает рисовать мандалы, уходит в такое полумистическое состояние и видит реки крови, видит много убийств. И как потом он пишет, что скорее всего он предвидел 14-й год, который вскоре должен был наступить. Вот по поводу Вальбергивой ночи считается, что один из персонажей, потом Булгаковым был списан у Маренко, был такой господин Бздинки, простите, такая фамилия чешская, вот этот господин Бздинки, он директор как бы да, вот а у Булгакова это директор ресторана дома Грибоедова Арчибальта Арчибальта, они очень похожи. Ну ладно, давайте рассмотрим несколько таких интересных пересечений. Ангел Западного Окна все-таки наверное это одна из базовых книг Маренко и там идет двойное повествование. Одно из них посвящено как раз некому дворянину с очень дворянской фамилией Байер, который собственно говоря совершенно случайно получает некоторые записки как потом выясняется своего далекого родственника из 16 века магистра Джона Ди. Вот то есть он в руки берет сочинения своего предка причем они довольно неплохо сохранились. Конечно это весьма сомнительно много символизма здесь но все равно. По факту что происходит Маринг получает некоторый артефакт который в смысле Маринг главный герой получает некоторый артефакт который да я не сказал на барон копье некоторое копье точнее наконечник копья и вот он как бы сказать несколько праздный шатающийся персонаж который должен понять что же происходит с его магистром Ди как бы да вот в тех записях и в это время к нему начинают приходить странные люди странные персонажи вот периодически когда мы начинаем смотреть на этих персонажей мы не должны обманываться их внешностью их ролями их названиями именами там все гораздо более глубоких символах там есть один персонаж которого мы могли бы назвать честно говоря дураком карта тара помните дурак как дурак рисуется в карте тара еще одну фигуру вспоминайте фигура мага символ бесконечность над головой только только в английской версии таро вы встретите название маг а в немецкой версии таро эта карта называется как дурак а правильно сказать жонглер или фокусник то есть здесь немножко другая роль идет жонглер или фокусник дурак артефакту вот эти две карты когда вы начинаете читать вы не понимаете сначала вроде дурак главный герой потому что он ведет себя несколько странно вроде бы достаточно пассивно относится ко всему что происходит несколько спокойно вроде бы выводы не делает но в конце романа вы понимаете что он пожалуй единственный кто смог одолеть всю ту черноту которая посещала его из-за того что он имел доступ к этим артефактам и он побеждает только в силу того что он не пытался постичь мистику а он просто пытался сохранить себя и в конце романа он пишет что я и Джон Ди это единое целое вопреки годам вопреки временам я это единое целое то есть он достигает в конце своего завершения а у алхимиков что это такое целостность да главная задача когда мы говорим про голем вот интересно персонаж казалось бы какая-то недоделка казалось бы но каббалисты считали что было не только две Евы в смысле две женщины первая женщина называлась Лилит как бы да не очень она удачной оказалась и бог тогда сотворил вторую женщину более земную Еву а что с Лилит часто ей приписывают демоническое начало лунное начало и то что она связана с вампиризмом и со всем остальным как бы да Лилит вот а Адам вот в каббале считается что их тоже было два первый Адам был непорочный изначальный Адам и создавался он из глины а второй Адам это Адам заземленный Адам настоящий нынешний как бы Адам и по факту вот в Галиме есть еще один символ очень интересный это человек который по образу и подобию Божьего создается из глины а не из праха земного как Адам второй вот такой как бы символ есть но каббалисты когда рассуждали по поводу творчества Маренко говорили что он на самом деле не очень понимал о чем он там писал то есть он был больше наверное все таки писателем нежели чем мистиком в этом плане но у писателя есть очень важный дар он сам создает для себя свою реальность и эта реальность начинает жить своей собственной жизнью да он взял идеи казалось бы связанные с каббалой хотя многие каббалисты считают что он больше взял из восточной мистической школы нежели чем из каббалы хотя вот как раз еврейство да вот там явно присутствует но повторюсь он писатель поэтому он имеет право на свободу есть же еще такой вариант что он сознательно не включал какие-то реальные практики включал включал и подсказки эти тоже есть в частности в ангеле западного окна там есть такой персонаж грин а у грина там не только цвет подсказка я о нем сегодня буду рассказывать но есть еще очень важный момент там он обучался с некоторой невидимости и там в невидимости в этой четко совершенно оккультная школа как научиться точнее как стать ведьмой допустим что ведьма должна делать что она должна делать с этим котом и как находить эту невидимую кость там все подробно написано просто считается что вроде бы там вот несколько это несколько размыто нет не размыто там конкретные совершенно подсказки даются да и обратите внимание как он подробно прописывает даже сцены самоубийства он это хорошо видит он прекрасно все это понимает но задача Маринка не написать конкретно а дать некоторые подсказки для тех кто может какие-то вещи понять я не о самоубийстве говорю я говорю о некоторых символах так вот говоря о големе все таки вот два человека человек земной бытовой человек бытовуха и человек первосозданный человек который живет в другом времени человек который не зависит от этого материального от этого земного вот сама по себе идея достаточно казалось бы любопытная кстати вспоминаете Сирен Киркегор датский философ как-то он решил жениться даже пришел к себе на свадьбу но потом подумал и не стал жениться в тот день и потом он писал что он осознал что если он сейчас женится то это бытовуха его поглотит и он потеряет связь с великой философией он выбрал великую философию вот ну ладно то есть голем это как некая подсказка на другого человека другого человека который несколько свободен от материального еще одна подсказка Прага город Прага город западнославянский чешский язык это западнославянский язык и по факту в принципе когда вы в Чехии наверняка были вы обращали внимание что вы все прекрасно понимаете да там элементарно все читается в ряде случаев даже польский читается сложнее чем чешский хотя польский ну все так же знаком и вот Прага на какое слово русское похоже перо еще варианты пирог пирог Прага да 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 пирог Прага прекрасная ассоциация Прага это пирог а пирог это Прага логично наполеон это торт а торт это Наполеон Прага это порог порог и еще одна подсказка порог между двумя мирами между миром привычным нам измерению и миром другим и вот эта идея во многих его произведениях также проскальзывает именно вот этот вещь посредник город посредник улица посредник есть несколько очень странных символов это огонь это пиромания у Маренко очень много пиромании в произведениях если почитаете свет символика света а как рисуется солнце то да вы знаете это круг и по центру точек символика у алхимиков так обозначалось золото круг и по центру точек еще одна подсказка у Маренко больная спина он должен ее прогревать для того чтобы боли уходили огонь через огонь можно себя в некотором смысле изменить можно изменить отношение к материальному к привычному к физическому и увидеть что-то другое идея огня идея света там много света достаточно в произведениях обязательно эти символы присутствуют довольно подробно вот только очень странно смотрите образ фонаря образ фонарщика а кто такой фонарщик? подумайте тот кто зажигает знания тот кто начинает осознанную жизнь фонарщик это человек имеющий профессию которая в обществе не очень казалось бы является престижной но с другой стороны это человек который начинает новую жизнь осознанную жизнь он зажигает фонарь не только для себя но и для других а как в штанберге назывался его дом помните? последний фонарь опять последний фонарь то есть фонарь опять же еще одна подсказка очень интересная но есть еще одна подсказка Люцифер как переводится? сыпаносный вот тут тоже момент что знание в ряде случаев может нести в себе еще и не то что опасности но некоторые вещи которые человек может не полностью осознавать еще одна идея вот смотрите в зеленом лике там очень много подсказок тот кто познал мир это евангелие от фонарь тот кто познал мир нашел труп и тот кто нашел труп мир не достоин то есть тот кто познал мир мир его не достоин то есть человек должен уйти из мира если он этот мир познал а в евангелии от марка говорится следующее бодрость уйти ибо не знаете когда придет хозяин дома вечером или в полночь или в пении петухов или поутру чтобы придя внезапно не нашел воспящий петух еще один символ у петуха хохолок этот хохолок он использует в одном из своих романов а именно в зеленом лике в фамилии главного героя а хохолок на что намекает петух это та птица которая рано встает и возвещает о том что может случиться птица которая говорит о новой жизни она готова к изменению к переходу к новой жизни а вот что он пишет в зеленом лике еще я кстати говоря в психологии трансовых состояний цитировал ключ который сделает нас пластилинами своей внутренней природы заржавелся в времени потопа он зовется бодрствованием бодрствование это все человек твердо убежден что он бодрствует но в действительности он попал в сети сна сплетенные им самим чем плотнее эта сеть тем сильнее царит сон запутавшиеся в ее петлях это спящие которые идут по жизни безразличные и без мысли как стадо скота ведомые на бойню а на самом деле то что он описывает о привычной вялотекущей бытовой жизни которая пошла сама по себе она пошла это сон в котором люди пребывают как в некой взвесе и человек который может быть бодрствующим он живет не здесь но он живет другим измерением вот что он пишет дальше спящие видят мир сквозь сеть они замечают только обманчивое отверстие поступают исходя из этого и не знают что видимое имя картина только бессмысленные отголоски огромного целого ты может быть думаешь что те кто видит сны фантасты и поэты они говорят что бодрствуют но то что они считают жизнью в действительности только сон вплоть до деталей предопределенной заранее и не подвластной их воле может и есть еще некоторые люди знающие что они спят пионеры выдвинувшиеся вперед к бастионам за которыми скрывается вечное действующее я и сновидящие как Декарт Шопенгауэр Кант но они не располагают необходимым оружием для взятия крепости их призыв к бою не разбудит спящих тот кто просыпается тот кто бодрствует не всегда готов к тому что делать с этим знанием и в ряде случаев не готовый к этому знанию человек творит зло бодрствуй во всем что ты делаешь не считай себя уже пробужденным нет ты спишь и видишь сны собери все свои силы заставить хоть одно мгновение струиться по своему телу теперь я бодрствую если тебе это удастся ты тотчас же узнаешь что состояние в котором ты находился прежде было дремотой и сном это первый неуверенный шаг к долгому пути ведущим от рабства к всем могуществу бодрствование вот в зеленом лике есть интересный персонаж он еврей зовут его Хадир Грюн в названии фамилии какой цвет Грюн зеленый а что такое зеленый цвет именно в понимании Маринка зеленый цвет это цвет листвы это цвет развития это позитивный цвет цвет общения но рядом с ним обязательно есть и обратная сторона это цвет тины это цвет болота это цвет тоски это цвет смерти зеленая как бы да и поэтому этот цвет может иметь два полюса как бы да как у монеты две стороны медали и вот здесь две стороны как бы да тоже одна небольшая подсказка что такое Хадир Грюн когда вы начинаете внимательно читать оказывается есть намек что это тот самый вечный жид который из века в век идет и он бессмертен ты который мертв и все же жив то что говорит вот интересная подсказка мало того периодически в его книгах вы видите что зажигают зеленую лампу то есть лампознания зажигается тоже еще один символ есть очень интересный ну конечно какие еще символы достаточно любопытны у него допустим роза роза символизовала символизировала алхимиков символ красной тинктуры а собственно говоря к чему стремились алхимики они не золото пытались добывать золото это вторично это материально они пытались выйти в другое время независимое от материального и физического человек выходя в это время становится как считалось всемогущим евангелие западного окна Марин просто нам подсказывает главный герой не пытался быть всемогущим и он победил тьму только потому что не пытался быть всемогущим а просто-напросто стремился к саморазвитию познанию себя вот в зеленом лике город пустой шелухи главный герой фортунат Хаубе Риссер Хаубе Риссер Хохолок Хабер Хохолок Хохолок это показатель того что человек готов к изменениям или по крайней мере подходит к ним Хохолок Хохолок уже устал от пошлости для него уже скучно все что в его жизни происходит но по крайней мере в этом романе вы видите подсказку что он готов к изменениям и именно к нему приходит некий посредник этот вечный жид и дает ему определенное знание и когда Хохолок Риссер второй раз пытается его встретить он его не видит там другие вывески в том магазине где он его встретил он его больше не может встретить кстати подобный сюжет потом был Герберта Уэллса повторен в его как же он назывался волшебный волшебные ворота что-то в том роде когда главный герой прогуливался будучи ребенком еще по улице где всегда была постоянная стена он вдруг увидел что в этой стене ворота а за воротами прекрасный сад и его позвали в этот сад он туда пришел ему было интересно удивительно очень необычные люди которые его очень привлекли он с удовольствием с ними пообщался и на следующий день захотел там снова быть но прошло много лет он проходил мимо этой стены но там была только стена и никогда не было этих ворот и он всю свою сознательную жизнь пытался эти ворота найти очень похоже кстати говоря на сюжет зеленого лика там где искать вот этого бессмертного человека еще один момент в ангеле западного окна вот сам по себе сюжет настолько плавный настолько иногда велотекущий настолько иногда усыпляющий иногда интересный что как-то вот вы начинаете понимать книга какая-то непонятная в ней очень мало того что раньше вы могли бы допустим прочитать в ранних произведениях Маренко в том же самом Галеме на зеленом лике там нет каких-то приемов он просто описывает то что как бы происходит с главным героем сон и реальность переплетаются ему кажется что это происходит в реальности но он просыпается и видит что все осталось по прежнему он начинает видеть то что происходило несколько веков до того как бы да он видит этого своего древнего предка а в конце вообще начинается очень странно у главного героя в начале книги погибает брат ну не то что погибает умирает самоубийство а в конце книги его умерший брат является водителем у демонической женщины он сидит за рулем этой машины на которой они потом летят как бы да и вот только главный герой оказывается свободен честно говоря Булгакович вот опять пересечение связанное с Булгаковым только у Булгакова это больше если вы читаете о том что происходило в 27 году там юмора много достаточно а у Маренко юмора нет там есть немножко другое там отстраненность там символика герой конечно подсказок достаточно много но вот как он описывает одну из героинь я поясню главный герой как я уже сказал он стремится к познанию себя он вроде бы готов к этому познанию и он пытается понять кем же был его предок тот самый великий известный мистик магистр Ди который в реальности имел место быть он из Шотландии приехал когда-то и был советником короля как бы да вот и вот у него были очень странные идеи в свое время магистр Ди был не только алхимиком но и пытался у него было несколько бредов достаточно идей он пытался жениться на королеве что для него было весьма странно потому что алхимик не может этого сделать второй он пытался королеве дать идею чтобы покорить Гренландию что за Гренландия было не совсем понятно когда Колумб искал свою обетованную землю как бы да он тоже не знал что он откроет для себя вот ну ладно а второй персонаж периодически меняет маски это черная Иссаис женщина с кошачьей головой которая периодически меняется в ряде случаев она становится черкесской из России а в конце она обнаженная женщина с кошачьей головой спереди она женщина красивая притягивающая к себе а сзади от нее несет разложение то есть вот такой символ конкретный иными словами это Исаис знает что у главного героя ангела западного окна есть некий артефакт которым она должна завладеть зачем она пытается им завладеть если он у нее окажется она сотрет его из книги жизни сотрет главного героя из книги жизни его больше не будет всячески она пытается завладеть этим артефактом а вот сейчас немножко перенесемся к Николаю Степановичу Гумилеву к его стихам лес в том лесу белесоватые стволы выступали неожиданно из мглы из земли за корнем корень выходил точно руки обитателей могил под покровом ярко огненной листвы великаны жили карлики и львы и следы в песке видали рыбаки шестипалой человеческой руки никогда сюда тропа не завела пера Франции или круглого стола и разбойник не гнездился здесь в кустах и пещерки не выкопывал монах только раз отсюда вечер грозовой вышла женщина с кошачьей головой но в короне из литого серебра и вздыхала и стонала до утра и скончалась тихой смертью на заре перед тем как дал причастие ей пюре это было это было в те года о которых не осталось и следа это было это было в той стране о которой не загрязишь и во сне я придумал это глядя на твои косы кольца обневеющей змеи на твои зеленоватые глаза как персидская больная бирюза может быть тот лес душа твоя может быть тот лес любовь моя или может быть когда умрем мы в тот лес направимся вдвоем такое ощущение что Гумилев абсолютно на ту же самую волну настроен когда пишет это стихотворение когда описывает Исаию Марин она по сути как вецотворение как препятствие мрак сумрак демоническая сущность главное то есть смотрите человек который стремится к познанию себя навстречу ему встречается порождение тьмы который всячески пытается его увлечь и обмануть а рядом появляется некий персонаж который тоже меняет маски вот тут в этом романе нужно привыкнуть что один и тот же герой может менять маски есть некто Липотин эмигрант из России а потом оказывается что там при Иване Грозном это был некто маски и постепенно вы начинаете понимать что это один и тот же герой а сам Липотин говорит что я полезен для тех кому я нужен те кто у власти для тех он и полезен Липотин как некая пустышка которая помогает и всячески сталкивает главного героя с определенными событиями или людьми которые являются отражениями одной и той же сущности вот очень необычно еще одна фигура в ангелии западного окна Барлетт Грин человек который собственно говоря преступник убийца которого должны казнить ну давайте посмотрим Грин опять зеленый еще один момент у него один глаз а на втором глазу у него белесое бельмо бельмо и в то же время именно Барлетт Грин описывает как вот он научился быть невидимым что он делал то есть это человек который охвачен отнюдь не какими-то материальными вещами он хочет получить власть и власть для него крайне важна мало того он говорит когда меня казнят я стану еще сильнее я вернусь но я стану еще сильнее Барлетт Грин это человек который стремится к познанию себя для того чтобы владеть всем но в конечном итоге его поглощает тьма вот это вот Исаис а главный герой общается с Грином мало того даже в романе там в одну камеру с ним сажают с ним взаимодействуют как бы да но вот интересно что главный герой проходит через это и познает себя в конце правда в конце романа вы понимаете что судя по всему это его последние минуты жизни то есть познать себя можно только в конце жизни получается вот это вот тоже очень интересно вот по факту конечно чему Маринг учит пытаться видеть символы там где большинство символов не видят не пытаться не пытаться мистифицировать но пытаться услышать подсказки какие-то вот однажды ко мне пришел клиент у которого была травма он потерял если не ошибаюсь 22 или 23 года свою любовь которую звали вера я сразу понял что это подсказка и свою работу с ним я назвал 22 ступени к вере вера в себя вера в людей вера в работу и так далее мы с ним обозначили вот эти веры и вера была не просто именем но была как бы больше более глобальным значением еще одна подсказка вчера совершенно случайно мой замечательный коллега спросил меня почему же я не опубликовал второй его рассказ и я к своему удивлению обнаружил я вышел к себе на почту в эту же минуту и посмотрел что оказывается на следующий день выслал мне второе письмо и я почему-то его не увидел и в первом письме я опубликовал его рассказ когда во втором второе письмо я упустил а второе письмо посвящено его деду и меня осенело что следующий наш выпуск следующий наш сборник мы должны посвятить родственникам которые прошли через какие-то перипетии жизненные исторические и может быть связать это с 9 мая это будет вполне разумно вот еще одна подсказка вот таких подсказок достаточно много здесь нет ничего суеверного это просто некоторые подсказки которые нужно по возможности увидеть они всегда вокруг нас вот у Маринка когда вы начинаете погружаться в него не пытайтесь через несколько страниц узнать все вы ничего не поймете чем больше вы будете копать Маринка тем меньше вы будете понимать не копайте его идите читайте легко достаточно но смотрите немножко на символы и пытайтесь как бы в полудреме воспринять те символы которые появляются они постепенно проявят себя вы поймете что это такое в этом очень странное воздействие этого писателя он сам по себе его мало с кем можно сравнить если допустим Данил Андреев в розе мира подробно нам прописывает все как бы структуры того измерения очень подробно прописывает и мы на самом деле непонятно видит он это или он это сочиняет большинство считает что это провидец мало того тех людей которых описывает Марин называет их миссионерами допустим да мы можем достаточно много о них рассказать и неизвестно и он их хорошо классифицирует нам объясняет какие функции у каждого из них были исторические функции кто чего достиг в задачах допустим того же самого Льва Николаевича Данила Андреев называет титаном это титан одна реинкарнация и по факту вот эта мощность толстовская толстовский размах этот охват большой это независимость но собственно говоря полностью свою задачу он не выполнил помните когда рассказывал как раз о толстом там я немножко цитировал вот у Маринка нет конкретных объяснений и в этом вся прелесть и невольно пожалуй когда вы будете соприкасаться с книгами Маринка пытаться их читать я бы очень рекомендовал вспомнить замечательную книжку Карла Густава Юнга воспоминания сны размышлений книга которую он не писал ему давались вопросы и он их надиктовывал на диктофон и при жизни он эту книгу и не видел она была посмертно издана стенограммой его диктофонных записей книга очень многие вещи объясняющие символики и вот символика Юнга и символика Маринка очень близки невероятно близки они были знакомы нет нет у Юнга немножко другая сфера деятельности была вот а Маринг все-таки был тоже тяготел к мистике как и Юнг но вот таких фактов я не обнаружил ни у Юнга ни у Маринка хотя на самом деле пресечения очень необычные весьма необычные пресечения вот и пожалуй главная подсказка Маринка в том что то к чему мы стремимся поверхностно бессмысленно и не нужно стремиться человек должен только внутрь себя только к познанию себя и к своей целостности но за шумом и за внешними яркими какими-то признаками или попытками овладения чем-то нет ничего это пустота пустота которая разрушает человека вот по допустим самой биографии Маринка мы видим что были попытки сначала охватить полностью мир до его обвинений в черной магии в банковской сфере и было обращение немножко к другому писательство но писательство глубокое вот когда в Праге будете обязательно побродите по Вашеградскому саду побродите немножко обязательно побродите по старому городу вот можете глаза закрыть можете вот прикрыть глаза просто брести куда вас приведет это город который обязательно чувствует вас это какое-то особое состояние там нет никакой мистики просто побродите и вот для меня действительно было интересно что что периодически я выходил на какие-то образы Маринка. А однажды совершенно случайно набрел на памятник совсем не Маринку, а другому великому пражскому писателю еврейской национальности. Кто это был? Человек, который построил свое творчество на гротеске. Который Швейха написал? Нет, ну что, Гашек. Который Зашка написал? Который Зашка написал? Нет. Вот, когда я это увидел, я так немножко... Нет, 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 памятник сам для себя весьма специфичный. Вот. Там жук, да, вроде? Там жук с его головой или это другое время? Там стоит пиджак без головы и без рук. Кавка, конечно, Кавка. А у него все, просто творчество Кавки, оно настолько непривычно, гротесно, но там все идет из его детства. Из детства где-то. В этом плане Кавка понятен более-менее. Гениальный? Ну, очень странный. Вот. Но, на самом деле, конечно, вот Прага и именно Маринку очень связаны. По факту, вот именно прочтение символов, наверное, главное в Маринке для психологов. Вот то, что я бы очень рекомендовал, это обращение внимания на некоторые нюансы и легкие подсказки, которые всегда вокруг нас. Есть какие-то у вас вопросы? Вопросы? Вы сказали, что что-то он оставил после смерти. Виво. Я живу. Там осталось только физическое. Кстати, его сожгли. Там осталось только прах. Я живу. Он живет не в этом измерении. Он продолжает жить. То есть, он стремился к этому. Но он не выдержал реальности жизни, гибели сына. И вот полностью ли он сознательно ушел. Я понимаю, что это сердце, сердечный приступ, но все равно это вопрос. Но, по крайней мере, скорее всего, там его искать не надо. Скажем, это Портванов. С точки зрения психологии, вот то, что он, когда услышал, как другой человек, оскорбил его происхождение. И он пошел с ним и говорит, с этим человеком. Это вот агрессия получается? Ну, на самом деле, если идет обвинение в происхождении и по поводу отца, а речь, судя по всему, шла о том, что он байстрюк, это всегда достаточно, как бы сказать, неприятный момент. Неудивительно. Я имею в виду то, что если он знал о своем происхождении. Конечно, знал. Получается, что он не принимает его и он отрицает его. Его отец его не принял, поэтому он не принял род отца. Но это не означает, что у него не было отца. И поэтому, когда он пошел на дуэль с этим вот человеком, офицером, он, получается, это агрессия по отношению к себе, неприятие своего происхождения. Ну, почему? Он принимал свое происхождение, он нормально к нему относился. Абсолютно. В чем тогда мотивация подвергает свою жизнь опасности такого рода? Если его обвинили, как бы, да, он должен был ответить. В принципе, правила чести. Тогда они, правила дуэли, дуэльный кодекс существовал. Просто если обвинения не ложные, а правдивые? Оскорбление при всех. Восмеивание было, да. Он был ядовит сам на высказывания, и, естественно, его попытались также осмеять. Скорее всего, что-то вроде бастер было, да, вот ублюдок и так далее. Ну, как обычно называли, незаконно-наручных бастер, или бастардами, да, вот, как-то более высочное. Ты живешь в жизни, в которой ты не можешь жить. Почему? Можно. Ну, вы знаете, вот посмотрите, тот самый Майер и Джон Ди. И, невольно можно провести еще параллель, это Маринг и его отец. С достаточно богатым прошлым, достаточно родовитым прошлым. И в то же время, вот он общается с человеком немножко другого. Отца-то не было своего. Второй вопрос тогда. Все эти люди, Данил Андреев, например, да? Кто все эти люди? Почему они смотрят на меня? Таким образом, про Толстого, да, то, что как будто он знал его, вот, хотя их разделяют какое-то время. Как будто, вот, он говорит, я вот Толстой там не вовремя пошел в это официальное знание, то, о чем мы говорили. Ну, я отец. Ну, я отец. Ну, я отец. И он, как будто Маринг, который говорит про каких-то вечных жидов. Но вечный жид это несколько образно. Это человек, который живет вне времени. Он идет из поколения в поколение, и он не может умереть, потому что он бессмертен. Я понимаю. Просто я немножко о другом говорю. Хотя история почему появилась эта вечный жид. Женщина с кошачьей головой, но эти образы, я понимаю, что они изнутри идут. И нормально ли все с головой этих людей? То есть на сколько нормально? Если женщина с кошачьей головой, у нее с головой явно непорядок. Не у вечного жена, а у женщины с кошачьей головой, а у самого маленького и у Данила Андреева, который... Вот это вот очень спорный вопрос. Норма или патология? Вот по факту человек творческий, он всегда немножко не отмерясь всего. Если человек немножко не отмерясь всего, это не означает, что это патология. Не означает, что полностью. Не нужно всех пытаться лечить, даже здоровых. Понимаете, у нас пытаются как бы всех под одну гребенку как-то вот постараться выровнять. Но проблема в чем? Что если не будет таких людей, мы ничего не создадим, наша цивилизация ничего не создаст.